90 лет назад родился Паруль Казарян, личность без которой сейчас вряд ли можно представить историю армянской литературы. В этом году великому поэту исполнилось бы 90 лет. В Московском Доме Литераторов, где неоднократно выступал сам поэт, прошел вечер, посвященный творчеству Севака. Сегодня творческий вечер Парули Севака, организованный в честь 90-летия, со дня рождения великого поэта. Организовали мы его здесь, в стенах уютного Большого Зала Астронального Дома Литераторов. Уже второй год, как в Высшей школе экономики, проводятся лекции, где желающие могут изучить армянский язык и литературу. Одна из таких лекций была на тему творчества Парули Севака. Наследие поэта заинтересовало молодых ребят настолько, что они решили организовать литературный вечер. В этом году Парули Севаку исполняется 90 лет, и преподаватель наших курсов языка в Высшей школе экономики Диана Грячковна Акобжанян предложила нам провести в маленьком кругу такой поэтический вечер. Собраться вместе, в антикафе посидеть. И как-то разрослось, разрослось, и дело дошло вот до Большого Зала Центрального Дома Литераторов. Благодаря этому сегодняшнему вечеру и благодаря вечеру, который был перед этим, у меня появилась такая возможность познакомиться с тем невероятным вообще просто удивительным пластом вообще культуры и искусства, которые он оставил. И, честно говоря, я даже не ожидал, что мне настолько это будет нравиться, потому что поэзию на русском языке я всегда читал. И я не представлял, что армянская поэзия может быть на такой высоте и такой, так скажем, такой даже продвинутой в каких-то отношениях, насколько поэзия Севака оказалась. Все деньги, собранные с мероприятий, ребята решили использовать в благотворительных целях. Все в жизни, расточив, зачем я не привык выпрашивать любовь, скупясь как расставщик. Это благотворительный вечер, то есть мы не последуем цель заработка, это некоммерческий проект. Все вырученные деньги за концерт будут направлены на лечение девочки-анимолян. Севак – один из самых любимых и часто цитируемых поэтов. Но не все знают, откуда появилось литературное имя Паруйра. Свой псевдоним он взял в честь поэта Рубена Севака, погибшего в 1915 году во время геноцида армян. Эта тема в дальнейшем будет появляться в творчестве поэта. Он напишет свою знаменитую поэму «Неумолкаемая колокольня», которая посвящена памяти жертвам геноцида и как символу этих дней комитасу. Вообще, вклад Паруйра Севака в литературное искусство трудно переоценить. Есть очень много хороших писателей и поэтов, но не у всех получается занять свое особое место в истории литературы. Севак – это необъятная космическая величина. И с этой высоты он говорит о горе и о боли человечества. Я обожаю творчество Севака, самого Севака, его жизнь, биографию, все, что он создал, все, что он написал. Миру нужна чистота новорожденного ребенка. Утверждал поэт и делился этой чистотой и светом в своих произведениях. На них вырастает уже не одно поколение.